Километры городских дорог и считанные метры парковок. Психологический портрет центра Саратова, где автовладелец вынужден смотреть не перед собой, а по верхам, чтобы успеть разобраться и учесть зоны действия тех или иных знаков. Результат на Большой Казачий. Была бы возможность, ставили бы машины друг на друга. За последние несколько лет парковок больше не стало, а вот количество знаков заметно увеличилось. Но скоро на дорогах областного центра появится еще один знак – платная парковка. Услугу проанонсировал в своем инстаграм мэр Саратова Михаил Исаев. Пока без подробностей и сроков. В профильном комитете глава Александр Гусев тоже немногословен. Необходимость платных парковок он обуславливает наведением порядка в дорожной сети, но и зона действия услуги тоже ориентировочная. Я условно обозначить могу этот квадрат на данный момент. Это не окончательно, но условно от Кутикова до Сак-Иванцети, от Чернышевского до вокзала. Но пока это носит предварительный характер, потому что при дальнейшей реализации будет комплексно прорабатываться и наши ПК РТИ, которые есть, и фактически каждая улица будет анализироваться, изучаться с точки зрения внедрения. Просто опыт других городов именно показывает, что первый этап реализации, он целесообразен именно и необходимо начинать в центральной части города. Эта красная зона на карте города – примерное платное пространство для парковки в рамках первого этапа реализации. Сейчас к этому вопросу привлечены органы ГИБДД и городского комитета по имуществу. Муниципальный депутат Виктор Марков входит в комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения, считает все проблемы на дорогах в Саратове искусственными и созданными действиями самих же городских властей, причем разных поколений. И прежде чем взимать плату за паркинг, нужно провести работу над ошибками с временными знаками. Панацеи, конечно, платные парковки я не считаю, но как элемент вот этого парковочного хозяйства, да, безусловно. Я считаю, что на некоторых улицах, где искусственно были вот эти ограничения введены, то есть они были введены как временные, на зимний период, обещали в апреле убрать, значит, так было два периода, два года, и с наступлением весны их просто не убрали, и они вот так узаконенные стоят до сих пор. Надо провести ревизию. Кстати, ГИБДД обращались с таким вопросом к нам пару лет назад, тройка лет назад, потому что это наши муниципальные прерогативы, это мы формируем схему уличной дорожной сети, устанавливаем, грубо говоря, знаки. Я являюсь сторонником вот этого подхода. Там, где есть возможность вернуть парковочное пространство, их надо вернуть. Также, по словам депутата Маркова, неплохо было бы сперва сделать платной экспериментальную площадку, к примеру, вокруг привокзальной площади, но можно и гораздо ближе. Если говорить о введении понятия платная парковка на территории Саратова и о предшествующем этому эксперименте, то его неплохо было бы провести рядом со зданием администрации, где часто паркуются автомобили. Начать, как говорится, с самих себя. Сейчас известно, что саратовские чиновники изучают опыт других городов и в ближайшее время поедут в Белгород. Там платные парковки появились еще в 2014 году. Их обслуживанием занимается МУП «Белгородское парковочное пространство». Стоимость часа стоянки – 30 рублей. За последние несколько месяцев там сильно ужесточились правила пользования стоянок. Бесплатные полчаса на парковке стали не на каждом новом месте, а растягиваются в течение всего дня. Также, по данным СМИ, у жителей Белгорода стали расти штрафы за неоплаченную парковку, что сокращает поступление в бюджет. Возвращаясь к саратовским реалиям, служба судебных приставов информирует, что на текущий момент, по данным ГИБДД, своевременность оплаты штрафов автомобилистами до предъявления к взысканию составляет 80%. За 2021 год по области предъявлено к исполнению 204 тысячи документов, то есть штрафов на сумму 232 миллиона. При этом уже взыскано 184. Принудительно. Если нас интересует город Саратов, то примитивно к нему поступило на исполнение 91 тысячи исполненных производств, а кончено 83. В суммовом выражении это выглядит следующим образом. Мы получили 73 миллиона на исполнение и взыскали 61 миллион. В том числе, если вас интересуют парковки, я так понимаю, есть у нас и статьи по парковке. Если говорить о нарушении правил парковки, в 2021 году поступило на исполнение к нам 6 тысяч исполненных документов. И в связи с фактическим исполнением, то есть когда сумма взыскана полностью, таких у нас 5 тысяч 95 исполненных производств. То есть сами понимаете, что процент достаточно высокий. Из предъявленных к взысканию 9 миллионов у нас взыскано 7,8. На оплату штрафа есть 2 месяца. Потом еще через месяц органы ГИБДД предъявляют приставам на исполнение. То есть фактически у должника есть 3 месяца. После уведомления у лица есть 7 дней на добровольное погашение. Иными словами, если саратовские водители будут копить и не оплачивать штрафы за будущие платные парковки, то эта статья доходов в муниципальный бюджет может оказаться слегка затянутой. В любом случае, как говорят в Саратовской мэрии, сейчас важен в первую очередь и негативный опыт тех, кто уже сделал парковку платной. К поэтапной реализации данного проекта планируют приступить не раньше 2022 года.